Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок является последним в серии уроков, посвященных греческим причастиям. Он соответствует 30-й главе в учебнике Маутсона. В рамках данного урока мы познакомимся с причастиями, образованными от основы перфекта, а также поговорим о некоторых специальных конструкциях, включающих в себя причастие. На прошлых уроках мы с вами уже обсуждали причастие, образованное от основы настоящего времени, и от основы аориста. Причастие, образованное от основы настоящего времени, имели продолженный вид, то есть представляли действия как длящиеся, или многократные, или попытку, и так далее. Причастие, образованное от основы аориста, имели неопределенный вид, то есть представляли просто факт действия, не обсуждая, как именно это действие протекает. Причастие, образованное от основы перфекта, описывают действия, как завершившееся и имеющее некоторые последствия. Причем в зависимости от контекста и от лексического значения самого глагола больше акцент может падать либо на завершенность действия, и тогда последствия в основном представляются окружающим контекстом, либо на состояние, проистекающем из действия, и тогда это состояние описывается, собственно, самим причастием. Так что употребление причастия очень похоже на употребление личного глагола в перфекте. Давайте мы посмотрим, как выглядят формы перфектных причастий в греческом языке. Они представлены в обучебнике, сама парадигма в параграфе 36, а соответствующая схема образования в параграфе 35. Схема следующая. Удвоение Плюс основа перфекта. Вот здесь будьте внимательны. Если вы помните, при образовании аористного причастия мы просто брали основу аориста без приращения. И по аналогии вам может показаться, что при образовании перфектного причастия будет основа перфекта без удвоения. Но у приращения и удвоения разный смысл. А приращение в каком-то смысле показывало, что действие происходит в прошлом. Это знак такой удаленности или знак прошлого в греческом языке. И так как причастие не привязано ко времени, то и соответствующий знак причастия не нужен. А вот удвоение – это как раз знак такой завершенности и результативности. И как из глагола изъявительного наклонения, так и причастие обладают вот этим значением завершенности и результативности, и поэтому имеют удвоение. Поэтому перфектное причастие очень похоже на перфектный глагол. То есть удвоение, как у личного глагола, плюс основа перфекта, плюс образующее времени «к», и тоже знакомое вам уже по обычному перфекту образующее времени, плюс морфемопричастие и соответствующее падежное окончание. Морфемы причастий в греческом языке для действительного залога мужского и среднего рода морфемопричастий «от». Для действительного залога женского рода морфемопричастия «уя». Она, как вы уже, наверное, привыкли, и по причастиям настоящего времени, и по причастиям ауриста, в женском роде морфемы достаточно сильно отличаются. В результате этого действительный залог выглядит следующим образом. Для глагола «лу», как обычно, развязывать именительный падеж единственное число. «Ле» — удвоение, «лу» — основа, «к», образующее времени, «ос». Почему «ос»? Потому что «сигма» — окончание именительного падежа единственного числа, съедает «т». И когда такое происходит, достаточно часто встречается так называемое компенсаторное удлинение, и «омикрон» удлиняется в «омикрон». Поэтому «лэ», «лу», «кос». Опять-таки, форма именительного падежа единственного числа самая неправильная, самая трудно узнаваемая, но при этом самая распространенная. Поэтому вот это вот «кос» постарайтесь очень хорошо заучить, вы достаточно часто его будете встречать. Что касается родительного падежа, то там «лэ», «лу», «к», «от», «ос». И дальше все по правилам, а с тем же самым суффиксом «от», «лэлукоттос», «лэлукотти», «лэлукота», «лэлукотес», «лэлукотон». И в дательном множественного, так же как и в именительном, единственное, «сигма» съедает «т», поэтому «лэлукотти» и в именительное множественное «лэлукотас». Этот суффикс «код» достаточно хорошо виден, образующий времени плюс суффикс, достаточно хорошо виден во всех формах, за исключением именительного, единственного и дательного множественного. Ну, дательное множественное довольно редкая форма, не так много контекста, где это было бы нужно, а вот именительное и единственное очень часто встречаются, Поэтому, пожалуйста, обратите на эту форму особое внимание. Средний род тоже очень похож. Лолукоз. Здесь немного неожиданный вариант, потому что обычно в среднем роде у нас нулевое окончание. И мы бы ожидали, что это типа лолукод. Они могут стоять на конце слова, обладают лолукой или что-то в этом роде. Ну, может быть, чтобы не образовывать такую странную форму, может быть, по аналогии с мужским родом, но у нас вариант лолукоз. Только омикрон в омегу не удлинилось. Опять-таки, форма именительного падежа единственного числа самая употребимая, поэтому вот потратьте время, заучите эту форму. Почему она самая употребимая? Перфектное причастие, так же, как и причастие настоящего времени или алориста, могут употребляться двумя способами. Напоминаю, есть два таких больших класса употребления причастий. Причастие могут употребляться обстоятельственно, и причастие могут употребляться аддиктивно, то есть играть те же самые роли, которые играют прилагательные. Когда причастие употребляется обстоятельственно, что на русский язык переводится дейпричастием, оно описывает действие, как-то соотнесенное с действием главного глагола предложения, и так как действующее лицо и для главного глагола, и для причастия одно и то же, это подлежащее предложение, то, соответственно, причастие согласуется по роду и числу с подлежащим, по роду числу и падежу с подлежащим, ну, естественно, тогда причастие стоит к именительному падеже. Так как достаточно часто нужно выражать обстоятельственную идею, то есть достаточно часто причастие играет обстоятельственную роль, они часто встречаются именно в именительном падеже. Адиктивное причастие может встретиться в любом падеже, обстоятельственное причастие обычно в именительном падеже, и поэтому именительный падеж из-за востребованности данной конструкции чрезвычайно распространен, Поэтому всегда особое внимание, не только у перфектных, у всех причастий обращайте на формы именительного падежа. Они и самые сложные, и самые распространенные. Ну, дальше в причастиях среднего года нормально видно вот это код. Лу-ко-т-ос, лу-ко-ти, лу-ко-с. Ну, формы именительного и именительного, как обычно, совпадают. Лу-ко-тал, лу-ко-тон, лу-ко-син, сигма-с-ела. И форма такая же, как и в мужском роде, дательном падеже, ножественном числе, лу-ко-та. Что касается форм женского рода, то они следуют первому склонению. Ну, первое склонение чуть попроще. Лу-ко-и-а, и вот это куй, достаточно хорошо видимый суффикс. И хотя причастия женского рода встречаются в языке не так часто, их совсем немного в Новом Завете, и поэтому вот вы не будете на них постоянно наталкиваться, и из-за повторения они так плоховато будут заучиваться, но все равно очень характерное окончание, куй, а, и так далее, здесь поможет. И вы эти формы сможете узнавать. Форма следует первому склонению. Так как перед альфа стоит йота, альфа на эту не меняется в родительном или дательном падеже, поэтому лу-ко-и-а, лу-ко-и-ас, лу-ко-и-а, лу-ко-ан, и так далее, все совершенно по правилам изменяется. А суффиксы и все остальное, если вы сейчас внимательно всмотритесь в форму, содержат достаточно информации, достаточно яркие, бросающиеся в глаза элементы, чтобы форму причастия перфекта вы распознали. Это что касается действительно залога. Теперь, что касается среднего или страдательного залога, напоминаю, в перфекте нет отдельных форм, там, среднего или страдательного, или с акцентом на средней насти, или на страдательности, есть только одна недействительная форма, которая ответственна за весь спектр значений, где подлежащее затронуто действием от простого интереса до того, что подлежащее действие подвергается. Как выглядят перфектные причастия? Они опять-таки содержат знакомый нам суффикс «мэ». Схема дана в параграфе 37 и парадигма дана в параграфе 38. Удвоение плюс основа плюс суффикс «мэ», «но», «мэ», «не» плюс соответствующее падежное окончание. Удвоение и суффикс очень хорошо видны, и формы среднестрадательного залога очень легко и очень естественно образуются, поэтому с ними у вас проблем никаких не возникнет. Кстати, одна интересная деталь, обратите внимание, у всех форм ударение падает на суффикс «мэ». Видите? «Лэлумэн-ос», «Лэлумэн-у», «Лэлумэн-о». И в мужском роде, и в женском роде, и в среднем роде все время ударение падает на «мен». Если вы посмотрите формы среднего залога в других временах, в аоресте, в настоящем времени, там тоже встречается суффикс «мэ», иногда ударение на него падает, но далеко не всегда. А вот это вот постоянно падающее на «мен» ударение, это еще такая одна небольшая подсказка, помогающая вам распознать перфект. Ну, давайте какой-нибудь стих почитаем, чтобы сразу несколько перфектных причастий было. Откровение, 5 глава, 6 стих. И я увидел посреди престола и четырех живых существ, животных иногда переводят. И посреди старейшин, старцев, ну, это введение из книги «Откровения». И дальше читаем. «Арнион хестекос». «Аргнца». Глагол хестекос мы с вами его еще не изучали, у нас так называемых глаголов нами, которые изучаются в конце этого курса. Это глагол со словарной формой «хистами», имеющей значение «стоять». Ну, в общем-то, что нам здесь интересно, у этого глагола «хестекос». Видите, «кос» в самом конце, из которого мы понимаем, что «хестек» — это основа, «кос» — это окончание, ну, такое вот, с образующего времени, морфема причастия и падежное окончание. Перфектное среднего рода, «Арнион» среднего рода слова и определяющее его причастие тоже среднего рода. Причастие от глагола «стоять». Что может обозначать? Вы помните, что причастие, ну, или вообще «перфект», причастие «перфектно» или вообще «перфект» имеет значение, да, действие завершено и есть результат. Если действие там становиться, то результат «стоять». И поэтому довольно парадоксальным образом много от глагола «хестами» в «перфекте», у глагола «хестами» в «перфекте» значение часто просто «стою», и у причастия от этого глагола значение просто «стоящий». Это вот состояние, проистекающее из когда-то совершенного действия «стал» и «стает». «Арт состоящего» как «эсфагменон». «Сфазо» закалываю, особенно в отношении там жертв, жертвенных животных. А теперь смотрим на эту форму. «Э» Вот это вот «э» это не аорисное превращение, это удвоение. С «ф» С «ф» начинается основа этого глагола. Вы помните, в «перфекте» если основа начинается с группы согласных, то в качестве удвоения просто добавляется «эпсилон». Поэтому удвоение, основа, суффикс «мен». Обратите внимание, ударение на него падает, ну и соответствующее пододержное окончание «он». Агнца какого? «Страдательное причастие». «Заклонного». То есть, когда-то он был закон, когда-то он был убит, зарезан, и теперь видим его как заклонного, как зарезанного. То есть, вот эти вот следы его смерти мы видим прямо на этом Агнце. Это, кстати, очень интересно. Мы с вами понимаем, я надеюсь, вы помните контекст этой главы, ну или перечитайте эту главу. Иоанн видит Христа. Христа победившего. И в этом, в окружающем контексте он еще и описан как лев от колена Иудина, корень Давидов, который победил, и теперь имеет право раскрыть книгу с печатями. И при том, Христос победивший, Христос воскресший, представлен как Агнец, как заклонный. То есть, вот эти вот следы смерти, они все еще с ним. Помните, кстати, когда воскресший Христос является формедом, он показывает луку, показывает ребра, показывает раны свои. То есть, вот эти вот раны Христа, они сохранены. И хотя уже была смерть, уже даже было воскресение, но вот результат этого заклания он все еще с ним. Агца Закланова, Эхон, имеющего, причастие настоящего времени, Керата, Хепта, Рогов, Семь, Кай, Офталмус, Хепта и Глаз Семь, Хой, Эстин, Хепта, Пнеума, Которые есть Семь Духов, ну уж тут вот Семь Рогов, Семь Глаз, которые Семь Духов, это Особенность языка и картин книги Откровения, тут и у Божих, Апе, Сталмэ, Ной. Обратите внимание, очень внимательно будьте к этой форме, это от глагола Апостеллу. Ну, Апостеллу в настоящем времени корень Стелл с двумя лямбдами, здесь Сталм немного другой корень, мы уже понимаем, что это не настоящее время. Теперь Ап есть, Э есть, которое мы можем по ошибке принять за приращение, Аорисное, ну тогда мы как ни объясним, Мэной в конце, и которое здесь мы должны принять за удвоение для глагола, начинающегося с группы согласных. Ап, приставка, Э, перфектное удвоение, Стал, перфектная основа, Мэн, среднестрадательный, софикс, и ОЙ, соответствующее, падежное окончание. Речь идет о духов, которые есть 7 духов, каких страдательных залогов, перфектное причастие, посланных, эйс, пасан, тэн, гэн, посланных во всю землю. Ну, и раз они посланные, и это описано в перфекте, то теперь вот во всей земле они находятся, перфектное причастие подчеркивает результативность, то есть действие совершено, есть результат. Вот так, давайте просто еще перечитаем. И я увидел посреди престола и 4 живых существ, и посреди старцев ансостоящего, как закланного, имеющего 7 врагов и очей 7, которые есть 7 духов божих, посланных во всю землю. Встал и стоит, убили и среды, следы этого убийства есть, посланы и по всей земле находятся. Вот сразу три перфектных причастия в данном стихе. Ну, и так уж взял, чтобы причастия еще были вот с некими сложностями для узнавания. Там, где глагол не начинается с группы согласных, там легко. Но вот у глаголов, начинающихся с группы согласных, могут быть некоторые проблемы с распознаванием форм. Что еще о формах перфектных причастий нам с вами нужно знать? Помимо так называемого первого перфекта, в греческом языке есть несколько причастей второго перфекта. Они с вами перечислены в приложении к данному уроку. Можете посмотреть параграф 3017. Собственно, они просто перечислены. Чем отличаются причастия второго перфекта? У них нет суффикса K. У них есть просто основа с удвоением необходимым, плюс образующие пульсморфемы причастия от, плюс соответствующие падежные окончания. Просто вам перечислены, для тех случаев, когда слово только один раз встречается, даже места указаны, где это слово встречается. Для остальных указано, сколько раз вы их встретите. Для глагола ОКО, АКЕКО, ну, такое вот необычное удвоение, ну, что поделаешь, АКЕКО, потом суффикс ОТ, АС. Для глагола ОНОЙГО, ОН, это приставка, поэтому ОН приставка, ЭОГ, это такой вот странный результат удвоения, когда-то был корень ВОЙГ, потом это В выпало, но когда-то было В ВОЙГ, и потом выпадающая В и так далее, В дала вот такой результат в корне, и опять же с эффектом ОТ, А. Глагол ГИ на май 14 раз встречается в перфектном причастии, ГЕГО, ГН, то есть удвоение хорошо видно, ГЕ, ГОН, и ОС в именительном, единственном, или ГЕГОН, НОТОС, в родительном, и так далее, дальше по правилам. ОЭХАМАЙ, глагол с несколькими корнями, плюс специфичная очень, специфичная очень форма в перфекте, форма Э, Л, ЛУ, Т, и дальше, опять-таки, все по правилам. ОС в именительном подержи, ЛУ, ТО, ТОС, в родительном, и дальше. ЛАМБАНО, корень вроде бы и тот же самый, но подвергся таким искажениям, что его лучше заучить, и для перфекта, и для перфектного причастия, ЭЛФ, ОС, только один раз встречается, и ПЕЙТО, убеждаю, ПЕ, удвоение, ПОЙТ, корень, ну, с небольшой вариацией, ЭО, и ОС, опять-таки, ОС, ОТОС, и так далее, достаточно хорошо различима. И последнее, это причастие от глагола ОИДА, ну, ОИДА, он всегда в перфекте, и форма перфектного причастия от него ЭЙ, ДОС, это именительное, единственное, ЭЙ, ДОТ, ЭС, именительное, множественное, это самые распространенные формы, ну, и соответственно, по правилам, то есть ЭЙ, ДОТ, и плюс соответствующее, необходимое, подерженное окончание. Ну, форм таких совсем немного, если вы все-таки столкнулись, ну, я, 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 с ГИНА, от ГИНАМЭ, наверное, вы узнаете, здесь проблем нет, от АКУО, может быть, тоже узнаете, если остальные вы столкнулись и не узнаете, ну, что ж, посмотрите в каком-то вспомогательном средстве, благо, с такими трудно узнаваемыми формами вы будете сталкиваться нечасто. Большая часть перфектных причастий достаточно хорошо и легко узнаваема, так что вы с ними справитесь. все. Большая часть